ой подожди-ка 3 а до 3 копейки вот с такой глубины спрятался давай показывай свои богатства так проверка травы дядя виталик выкопал монетку но с дырочкой монисто скорее всего вот он пищит наконец-то я обрыгался похоже это денежка 1858 год но вряд ли это она мне кажется это вырубленная часть возможно под кольцом осталось где-то в другом месте чем кольцо кто-то сделал вот так вот вот еще один товарищ что-то роет копеечка 1926 год примерно с глубины ну не знаю штык еле-еле видный сигнальчик правда ток еще на беркуте в два раза уменьшил чтобы на мусоре видеть ну в общем первая целая монетка ну чё там ой давай смотреть вот этот более-менее будет на нормально более-менее сохраняя ничего что это двумя приборчиками поширкали оба показали шляпу типа проволочки но все равно решил выкопать потому что от дороги далеко отошли оказалось пуговицы вот очень хорошем состоянии вот этот копеечка показывал как советские пять копеек золота партия то есть 50 на беркуте вот и мне кажется это связано с тем что подгоревшие монеты имеют иную амплитуду сигнала или форму в общем 1898 по моему год копеечка горелая сторона обманул меня виталик горит поехали там плюс 24 всего я уже весь мог вообще просто так перстенётик вот такой вот средневековым попахивает это виталик так держи свою супер находку и у меня 10 копеек 1949 год лесная хорошенькая не знаю еще что здесь но похоже какая-то мнака сейчас выкопаю со своей крякалкой но у меня здесь вот такая вот большая зеленая монета никола две копейки серебром никола большая и жирная копай так какой-то блинчик с какими-то надписями то ли пуговица то ли манисту непонятно подышать надо давай показывай свою пуговицу где она без хвостика знание очистил орленочек да хорошенький ухты чистяк и вообще а суш такая же с хвостиком это это говорил солнышко любви сша мне тоже такая же вы смотри тут большая ну что-то на пуговицу вообще никак не похоже ну ладно так трёмся вокруг двух пуговиц и вот еще одна копеечка хорошенькая детка копай